В этом году власти Террасполя планируют приобрести специальную печь для сжигания мусора. Планы городов и районов обсуждали сегодня на еженедельном совещании у президента. Глава Террасполя рассказал, первоначальные планы строить мусоросжигательный завод пришлось пересмотреть. Расчеты доказывают, что это слишком дорого и нерентабельно. Мы сейчас проводим тендер на приобретение сжигающих печей. В Молдове их изготавливают, в Каушанах, кстати, недалеко. Мы сейчас планируем приобрести одну печь, посмотреть, как она будет фактически работать. Там со всеми очистными сооружениями и так далее. Будем проводить, конечно же, обязательно все замеры. Если она будет работать, как мы этого, в принципе, и планировали, то есть нам обещают, что там будут сжигать все абсолютно, перволизная эта печь восьмого поколения. У нас сейчас работают перволизные печи первого поколения. То в перспективе мы планируем их приобрести порядка 20 штук, установить. И хотя бы вот этот мусор, который сейчас летает, мы будем сжигать. На Малаежской свалке, куда сейчас возят весь столичный мусор, уже переполнена вторая очередь. Нужно строить новый, третий котлован. А пока после каждого сильного ветра вся округа покрыта полиэтиленовыми пакетами. Их постоянно собирают, но ветер обнуляет все усилия. Олег Анатольевич, надо принять все меры для того, чтобы утилизировать существующий мусор. То есть работу надо продолжить по уборке этого мусора, по его утилизации, в существующем, так сказать, месте свалки твердых бытовых отходов. Ну и, естественно, вместе с Александром Николаевичем, вместе с Верховным Советом уже в конечном итоге найти дополнительные источники финансирования для того, чтобы разработать третью очередь, как вы сказали. Новые печи позволят частично решить проблему. Производители гарантируют, что они экологически безопасны.